В полдень Дмитрий Степанович подошел к окну и, засопев, раскрыл его. На улице уже не было видно ни одного раненого. Многие окна приоткрывались, из подъездов выглядывали головы. Похоже было, что нет в городе большевиков. Алексей Толстой. Вхождение помог. Здравствуйте. Это телеканал «Самара ГИС». И мы снова читаем Толстого. На рассвете 8 июня, внезапной атакой прорвав оборону большевиков, чехи перешли на другой берег. Заняв вокзал, они стали продвигаться вглубь города. В это же время другая группа чехов, переправившись через Самарку в районе Хлебной площади, вступила в бой и заняла позиции противника. Вскоре весь город был занят чехами. Остатки большевиков на пароходах спасались бегством по Волге. Одним из последних оплотов оборонявшихся большевиков был клуб коммунистов на Заводской улице. Оборонявшихся долго обстреливали из ружей и пулеметов. Наконец они выбросили белый флаг и вышли из клуба на мостовую. Здесь плотным кольцом их окружила толпа самарцев, которая буквально раздавила председателя рефтрибунала Венска и еще одного большевика Штыркина. Власть в городе после его занятия чехами перешла в руки комитета учредительного собрания. Возобновили работу распущенная городская дума, окружный суд, нотариальные конторы. Был издан приказ о денационализации банков и об отмене запрета преподавания закона Божьего. Командование корпуса, как и было обещано, активно сотрудничало с комитетом учредительного собрания, поддерживая в городе покой и порядок. В полдень Дмитрий Степанович подошел к окну и засопев раскрыл его, не в силах дольше сидеть в сизом дыму табака. На улице уже не было ни одного раненого. Многие из окон приоткрывались. Там косил глаза за шторы, там металл сволнованное лицо. Из подъездов выглядывали головы, прятались. Как будто было похоже, что нет больше большевиков. Но частая стрельба за речкой. Ах, как было томительно! Вдруг, чудо, из-за угла появился, постоял секунду и пошел посреди улицы длинноногий офицер к белым, как снег китили с высокой талией. По голенищу его била шашка. На плечах горели полдневным солнцем, старорежимным счастьем золотые погоны. Что-то забытое шевельнул в сердце Дмитрия Степановича, как будто он что-то вспомнил, на что-то вознегодовал. С непонятной живостью он высылся в окно и крикнул офицеру. Да здравствует учредительное собрание! Корнет сейчас же подмигнул толстому лицу доктора и ответил загадочно. Там увидим. А изо всех окон высовывались, звали, спрашивали. Господин офицер, ну что, мы взяты? Большевики ушли? Дмитрий Степанович надел белый картуз, взял трость и, оглянув себя в зеркало, вышел. На улицу валил народ, как из церкви. И впрямь, где-то Малинову зазвонили колокола. Радостно шумящая толпа сбивалась на перекрестке. Дмитрий Степановича схватил за рукав пациентка, дама с тройным подбородком. Искусственные цветы на ее громоздкой шляпе пахли нафталином. Доктор, глядите же, чехи! На скрещении улиц, окруженные женщинами, стояли с винтовками наперевес два чеха. Один с изобритой, другой с черными усищами. Напряженно улыбаясь, они быстро оглядывали крыши, окна, лица. «Ура!» – закричали в толпе несколько чиновников. «Да здравствуют чехи! Качай их! Берись!» Дмитрий Степанович, простихнувшись и сопя, хотел произнести достойное приветствие. Но от волнения у него пересохло горло, и он поспешил на конспиративную квартиру, где его ожидали высокие обязанности. В подполье у Макамульши было пусто. Только табачный берега, ощетименная окорками пехальницы, и в конце стола спал блондин, уткнувшись в изрисованные носатыми рожами бумажки. Дмитрий Степанович тронул его за плечо. Блондин глубоко вздохнул, поднял бородатое лицо с блуждающими, с просойними, светло-голубыми глазами. «В чем дело?» «Где правительство?» – строго спросил Дмитрий Степанович. «С вами, говорит, товарищ министр здравоохранения». «А, доктор Буларин!» – сказал блондин. «Фу, черт! А я-то авоз! Ну, как в городе?» «Мы все еще ликвидированы. Но это конец. На дворянской чешской патрули». Блондин раскрыл зубастый рот и захохотал. «Дорово! Ах, черт, ловко! Значит, правительство соберется здесь ровно в три. Если все будет благополучно, к вечеру переберемся в лучшее помещение». «Простите, у Дмитрия Степановича мелькнула жуткая догадка. Я, говоришь, членом ЦК партии? Вы меня в ксенте?» Блондин ответил мне определенным жестом. Как бы говорящим. «Что ж тут поделаешь?» Зазвонил телефон. Он схватил со стола трубку. «Идите, доктор, ваше место сейчас на улице. Помните, мы не должны допустить эксцессов. Вы представитель буржуазной интеллигенции. Умерьте их пыл, а то, знаете ли, он подмигнул, будет неудобно в дальнейшем». Доктор вышел. Весь город теперь вывалил на улицу. Здоровались, как на Пасху. Поздравляли, сообщали новости. Большевики тысячами кидаются в Самарку. Дуют в плать на эту сторону. Ну и бьют же их. Он потонуло сколько. Гибель. Совершенно верно. Ниже города вся в Олдовых трупах. И, слава создателю, я скажу, за грех это не считаю. Верно. Собакам собачья смерть. «Господа, слышали? Пономаря с колокольней скинули. Кто? Большевики? Что бы ни звонил, называется, хлопнули дверью. Я еще понимаю, кого-нибудь, но Пономаря-то за что? Дмитрий Степанович, дождались денечка. Вы куда такой озабоченный? Починно. Двух избрали товарища министра. Поздравляю. Ваше превосходительство. А пока еще не ищем. Пока еще Москву не взяли. О, доктор, нам бы подышать свежим воздухом. И на том спасибо. В толпе воинственно проплывали золотые погоны. Это был символ всего старого, уютного, охраняемого. Дешительным шагом прошел отряд офицеров, сопровождаемый кривляющимися мальчишками. Смеялись нарядные женщины. Толпа сворачивалась садово на дворянскую, мимо нелепо роскошного, выложенного зелеными изразцами особняка Курлиной. Какой-то малый кинулся в толпу. Что такое? Что случилось? Господин офицер, в этом дворе большевики. Двое за дровами. Ага. Господа, господа, проходите. Куда это офицеры побежали? Господа, господа, никакой паники. Чекистов нашли. Дмитрий Степанович, отойдем все-таки. А то как бы раздались выстрелы. Толпа шарахнулась. Побежали, роняя шапки. Дмитрий Степанович, запыхавшись, снова очутился на дворянской. Он чувствовал ответственность за все происходящее. Дойдя до площади, он прищудился на обелиск, прикрывающий памятник Александру Второму. Протянув руку, сказал сердито и громко. Большевики готовы уничтожить все русское. Они добиваются, чтобы русский народ забыл свою историю. Здесь стоит никому не вредящий памятник царю-освободителю. Снимите же с него эти глупые доски и это гнусное тряпье. Такова была его первая речь к народу. Сейчас же бойкие парни в картузиках по виду приказчики закричали «Ломай!» Раздался треск срываемых с памятника Доса. Дмитрий Степанович пошел дальше. Толпа резела. Здесь громче раздавались заречные выстрелы. Навстречу доктору со стороны Самарки бежал почти голый человек в одних мокрых подштанниках. Несколько женщин, завизжав, бросились от него к воротам. Он вдруг вильнул и кинулся к спуску вниз, к Волге. За ним бежали еще трое. Потом еще и еще мокрые, полуголые, запыхавшиеся. На улице закричали «Большевики! Бей их!» Все они, как кулики от выстрела, сворачивали к спуску, к пристани. Дмитрий Степанович заволновался, тоже побежал. Схватил какого-то хилого человека без резницы, двилистым носом. «Я министр нового правительства. Сюда нужен немедленно пулемет. Бегите же! Я приказываю!» «Не понимаю по-русски!» С неудовольствием ворочая языком, ответил хилый человек. Доктор оттолкнул его. Нужно было спешить, действительно. Он сам пошел разыскивать Чехов с пулемета. И вот у чугунного подъезда, где наполовину сшибленной, висела красная звезда, увидел еще одного большевика. Дочерно загорелого человека с бритой головой и татарской бородкой. Военная рубаха на нем была разорвана. Из пятнышка на плече ползла кровь. Показывая мелкие зубы, он по собачьей вертел головой, огрызался. Видно, что страшно умирать. Толпа напирала на него. Особенно женщины выкрикивали неистовые слова. Многие размахивали зонтиками, палками, стиснутыми кулаками. Тут же на ступеньках крыльца отставной генерал селился всех перекричать, махая на большевика лиловыми руками. Огромная фуражка поползла по его плеше, под дряблой шеей мотался кофтик. «Решительнее, господа. Это комиссар. Без пощады. У меня у самого сын красный. Такое горе. Прошу, господа, найдите, приведите ко мне моего сына. Здесь же, при всех, убьют. В данном случае вмешательство бесполезно», – взволнованно подумал Дмитрий Степанович. И, отойдя, оглянулся. Крики затихли. Там, где только что стоял раненый комиссар, взмахивали трусти и зонтики. Стало совсем тихо. Слышались только удары. Отставной генерал глядел с крыльца вниз, слабо, как дирижер, помахивая рукой над сползшей на нос фуражкой. Дмитрия Степановича догнал нотариус Миша. Он был в грязном балахоне, застегнутом до шеи. Лицо опухшее, в пенсны не хватало стеклышка. Убили, заколотили зонтами. Ужасные эти самосуды. Ах, доктор, а говорят, что делается сейчас на берегу Самарки? Ужасно. В таком случае идем туда. Вы знаете, я в правительстве. Знаю, радуюсь. Именем правительства Дмитрий Степанович остановил офицерский отряд в шесть человек и потребовал сопровождать себя до берега, где происходили нежелательные эксцессы. Теперь уже повсюду на перекрестках стояли чешские патрули. Нарядные женщины украшали их цветами, тут же обучали русскому языку, звонко смеялись, стараясь, чтобы иностранцам нравились и женщины, и город, и вообще Россия, которая опротивила чехам за годы плена хуже горькой еретики. На грязном берегу Самарки добровольцы кончали с остатками красных, бежавших из слободы. Дмитрий Степанович пришел туда слишком поздно. Красные, успевшие еще перебежать через деревянный мост, переплывшие наискосок Самарку садились на баржи и пароходы и уходили вверх по Волге. На берегу в ленивой волне лежало несколько трупов. Многие сотни мертвецов уже уплыли в Волгу. На перевернутой гнилой лодке сидел говядин. Рукав его был перевязан трехцветной лентой. Мочальные волосы мокры от пота. Глаза совсем белые, точками зрачков глядели на солнечную реку. Дмитрий Степанович, подойдя к нему, окликнул строго. Господин помощник начальника милиции. Мне было сообщено, что здесь происходят нежелательные эксцессы. Воля правительства, чтобы... Доктор не договорил, увидев в руках говядина дубовый кол с прилипшей кровью и волосами. Говядин прошипел шерстяным голосом беззвучно. Вон, еще один плывет. Он вяло слез с лодки и подошел к самой воде, глядя на стриженную голову, медленно плывущую наискосок течения. Человек пять парней с полями подошло к говядине. Тогда Дмитрий Степанович вернулся к своим офицерам, пившим баварский квас у расторопного квасника в опрятном фартуке, непонятно по какой бойкости, уже успевшего выехать с тележкой. Доктор обратился к офицерам с речью о прекращении излишней жестокости. Он указал на говядину и на плывущую голову. Давешний, длинноногий ротмистер в снежном кителе, шевельнул бенами от квасной пены усами, поднял винтовку и выстрелил. Голова ушла под воду. Тогда Дмитрий Степанович, чувствуя, что он все-таки сделал все, что от него зависело, вернулся в горы. Надо было не опоздать на первое заседание правительства. Доктор пыхтел, поднимаясь в гору, пылил башмаками. Пульс был не менее 120.